здравствуйте сегодня я расскажу как легко манипулировать конструкции как легко и удобно создавать или дополнять уже существующую конструкцию новыми элементами задавать характеристики прикладывать нагрузки манипулировать ими в системе тима structural это помощник для системы вольфером математика который позволяет решать задачи строительной механики сопротивление материалов достаточно легко и быстро конечно система не рассчитана на огромные системы состоящие из 20 30 100 тысяч элементов но тем не менее у нее есть свои плюсы свои особенности например в части управления интерфейсом оттолкнемся от простейшего примера вот мы видим палку состоящую из трех участков это уже готовый пример мы возьмем его в качестве основы просчитаем эту конструкцию и выведем результаты вот например мы можем видеть прогибы в балке можно подсветить номера узлов номера участков убрать закрепления силы распределенные нагрузки можно вывести так называемые пюры внутренних факторов пример изгибающего момента угла изгиба прогиба посмотреть в плоскости на и пюре внутренних силовых факторов это наверное полезно задача к сопротивлению материалов хотя может быть и востребовано в строительной механике среди всех выводимых внутренних факторов имеется возможность выводить прогибы и простейшие напряжения ну в частности напряжение изгиба и растяжение сжатия продемонстрируем процесс создания конструкции для этого в начале отключим чтобы нам не мешали отключим нагрузки и выключим панель управление моделью и решением присоединение стержня осуществляется в интерактивном режиме например вот так у каждого стержня имеются естественно концовые сечения они помечены соответственно зеленым и желтым цветом присоединение происходит именно в логике этих концевых точек здесь этой кнопкой мы подтверждаем желание создать узел в месте соединения если балка или участок обладает свободным сечением то его можно дополнить узлом изменим длину по умолчанию и добавим горизонтальных стержней в конструкцию создадим узлы что то мы можем забыть система нам подскажет добавим одиночные узлы во вновь образованные балки и соединим существующие узлы стержнями по специальной кнопке создать стержень по узлам аналогичную процедуру проведем еще несколько раз и получим конструкцию заметим что характеристики стержня могут быть изменены во вкладке selected beam во вкладке selected beam нагрузка жесткость и дополнительные характеристики такие как собственный вес требующий плотности и ускорение свободного падения и момент сопротивления сечения добавим добавим еще несколько балок обратите внимание как это легко и быстро теперь можно вернуться к отображению нагрузок и предложить например еще две узловые нагрузки в выделенном узле например вертикального направления и и попытаемся просчитать конструкцию система предупреждает нас о том что участки должны быть склеены в узлах мы очевидно забыли сделать это не для некоторых узлов поэтому дополнительно нажмем кнопку соединения в узлах разблокируем решатель и повторим процедуру обратимся к результатам например прогибом получаем картинку это утрированное отображение перемещений в системе прогибов прогибов интересно заметить что решение задачи возможно лишь данной задачи возможно лишь в том случае когда у нас исключено перемещение в виде поворота вот этой балки вот есть характер закрепления здесь который ограничивает как раз именно этот поворот для более жесткой конструкции добавим аналогичное закрепление в этой концевой точке обратимся к выделенному узлу и к закреплению узля раскрывающейся вкладки и поиграем с подобного рода закреплениями вот очевидно очевидно закрепление необходимое нам и просчитаем конструкцию еще раз обратите внимание никаких лишних окон требующих дополнительного ввода данных никогда не присутствует в рабочем окне поскольку имеется под рукой всегда лишь то что возможно для ввода данных и например запросим повторно прогиб конструкции посмотрим в плоскости да нагрузка в балке симметрично нагрузка консольных вот этих так называемых точек тоже симметрично поэтому логично ожидать в системе симметричных прогибов вот так на коротком примере мы показали как использовать систему Tima Structural помощник в решении задач строительной механики сопротивления материалов депутат к депутат до Продолжение следует...